Здравствуйте, в эфире новости УЗЭКС на телеканале УЗРепорт ТВ и сегодня в нашем выпуске можете ознакомиться более подробнее с состоянием биржевого рынка кормовых с начала текущего года. В начале передачи мы традиционно предлагаем вашему вниманию результаты торгов на всех торговых платформах УЗЭКС, а также ознакомиться с динамикой цен на основные товарные позиции. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это были основные индикаторы биржи УЗЭКС за прошедшую неделю, теперь остановимся более подробнее на последних биржевых новостях. В целях создания дополнительных удобств для бюджетных заказчиков внедрено очередное нововведение в электронной системе государственных закупок узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи harit.uzex.us. В частности, бюджетные заказчики получили свободный доступ к информации о платежах, осуществляемых по прямым договорам. Подробная информация по платежам за приобретенные товары, работы и услуги по основному прямому договору доступна в личном кабинете бюджетных заказчиков в разделе «Дополнительные соглашения». Данная услуга, в свою очередь, облегчает процедуру заключения дополнительных соглашений с учетом произведенных платежей. Переходим на отдельный сегмент биржевого рынка. В частности, более подробнее рассмотрим биржевой рынок кормовых с января по август текущего года. За рассматриваемый период объем продаж кормовых через узбекскую республиканскую товарно-сырьевую биржу превысил 2,4 миллиона тонн, что на 29,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Средний уровень продаж кормовых через биржу составил 294,4 тысяч тонн за месяц. Тем не менее, нужно отметить, что в январе месяце максимальное выставление 392 тысячи тонн на узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже. И на второй позиции по уровню выставления можно отметить август месяц 370 тысяч тонн на узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже. Итак, перейдем к следующей диаграмме. На сегодня это будет структура биржевых продаж кормовых за январь-август 2023 года. Итак, львиную долю, конечно же, занимает фуражная пшеница 79%, на второй позиции у нас находится широт с 8% и, конечно же, тройку лидеров замыкает шелуха 7% на узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже. Также нужно отметить о комбикормах, которые занимают 6% и играют значительную роль в структуре кормовых на узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже. Итак, перейдем в динамику цен на рынке широта хлопковых семян. В начале года наблюдается стабильность. В январе-апреле 2023 года цены составили около 4 миллионов сумм за тонну. Итак, посмотрим ценовой диапазон с января месяца 4 миллиона. И далее мы видим небольшое снижение до 3,5 миллионов сумм в мае-июле месяце. В августе наблюдается повышение цен до 3,9 миллионов сумм за тонну, что в первую очередь связано с сезонным фактором и со снижением выставления со стороны заводов-производителей. И аналогичная динамика наблюдается и на рынке шелухи хлопковых семян. Итак, в январе ценовой диапазон показывает 3 миллиона сумм за тонну. Далее минимальное значение можно отметить в мае месяце 2,7 миллиона сумм за тонну. И с июня цены начали повышаться почти до 2,9 миллионов сумм за тонну, как мы видим на экране. И в августе составили 2,8 миллионов сумм за тонну. Некая стабильность сохраняется за счет систематического выставления со стороны заводов-производителей. И, конечно же, увеличение объемов в итоге повлияло на майский ценовой диапазон. Касательно рынка комбикормов, то на этом рынке наблюдается волатильность. В частности, с января по март текущего года цены на комбикорма составили 2,1 миллионов сумм за тонну. В апреле на фоне сокращения объема выставления цены начали подниматься до 2,3 миллионов сумм за тонну, как мы видим на экране. И в мае достигли 2,4 миллионов сумм за тонну, что является максимальным значением за рассматриваемый период. С июня цены начали понижаться и в августе цены снизились до 2,1 миллионов сумм за тонну, что, конечно же, является положительным фактором для потребителей и трейдеров, работающих в данном сегменте рынка. Нужно также отметить, что формирование цен происходит за счет благоприятного выставления и сезонного фактора, который мы также наблюдаем за весь период с января по август в сегменте комбикормов. Итак, перейдем к следующей диаграмме на сегодня в разрезе регионов. В структуре покупателей наблюдается равномерное распределение, но, тем не менее, нужно отметить абсолютных лидеров по уровню потребления хлопкового шрота, шелухи и комбикормов для животноводства. И в данном случае это является столичный регион. Ташкент и Ташкентская область занимают львиную долю по уровню потребления. Итак, на сегодняшний день Ташкент и Ташкентская область занимают 37% по уровню потребления. На второй позиции у нас находится Ферганская область с 13% по уровню потребления комбикормов на узбекской республиканской таварно-сырьевой бирже. И 9% сделок заключены в Самаркандской области. Соответственно, именно эту область замыкает тройку лидеров. Доля остальных регионов сравнительно ниже. Как будут развиваться торги, покажет следующая неделя. Следите за биржевыми котировками на телеканале УЗРепорт ТВ или на нашем сайте www.uzx.us. До свидания.